Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Эта задача очень важна. Много работы здесь предстоит. Зарплатам в конверте строгий запрет. На курорте работают мобильные группы по борьбе с неформальной занятостью. Нам нужно понимание, какими силами и средствами мы будем располагать, как будем действовать, какая помощь может быть от общественности. ЧАЭС не застанет врасплох. В сельских округах проходят командно-штабные учения на местности по отработке действий в случае возникновения подтоплений или ландшафтного пожара. Моя жизнь немножко изменилась. Она стала более веселой. Много знакомых появилось. Анапа спортивная. На театральной площади состояли состязания по кроссфиту для любителей и новичков. Привлечь к ответственности тех, кто платит работникам зарплату в конвертах, стало проще. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с неформальной занятостью. Уже в ближайшие дни в Анапе и сельских округах возобновят работу мобильные группы. Они будут выявлять нарушителей. Заместитель главы города-курорта Валерий Королев назвал задачу чрезвычайно важной и социально значимой. Так выглядит акт, который будут заполнять по итогам выхода межведомственной мобильной группы. В нее войдут специалисты центра занятости, сотрудники администрации города-курорта, полицейские, а также, в зависимости от задач, представители других ведомств. Будут ходить мобильные группы по выявлению неформальной занятости. В случае выявления граждан, работающих неофициально, не оформивших трудовой договор, будут даны рекомендации с нашей стороны, чтобы трудовой договор был заключен. Будут проводиться уроки правовой грамотности для граждан и работодателей. Ну а если договоры не будут заключаться, там уже будет предусмотрена система штрафов. Для индивидуальных предпринимателей штраф за каждого работника без договора до 10 тысяч рублей, для предприятий до 100 тысяч рублей. Это при первом нарушении. При повторном суммы значительно возрастают. В Анапе и сельских округах работодатели предпочитают сразу же приводить документы в порядок. По данным службы занятости, в минувшем году в муниципалитете удалось защитить права порядка полутора тысяч человек. Примерно столько же официально стали предпринимателями. Задача государственная. Об этом говорит президент. Он сказал об этом в своем послании. Мы все понимаем, что это доходы, которые нам обеспечат и развитие социальных программ, и развитие вопросов благоустройства, и других вопросов, которые мы сегодня решаем в рамках местного значения по 131-му федеральному закону. Поэтому эта задача очень важна. Много работы здесь предстоит, как в сельских округах, потому что там тоже есть и гаражная, и другие виды деятельности, которые не учтены в городе. В самом городе Анапа это прежде всего санаторно-курортный комплекс, торговая деятельность. Вместе с тем, с начала этого года вступили в силу изменения в трудовой кодекс. Если раньше инспекция по труду имела право вмешиваться только по конкретному, уже выявленному факту, то сегодня проверять можно при одних лишь признаках использования серых схем. В отдельных случаях достаточно просто сопоставить разные формы отчетности. На совещании дали понять, что варианты уже есть, и выход состоится в ближайшее время. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Готовы и в огонь и воду. Сегодня в Анапе состоялись командно-штабные учения на местности по отработке действий и случая возникновения подтопления и ландшафтного пожара. В учениях приняли участие пожарные, спасатели службы спасения, Кубань-Спаса, энергетики, сотрудники водоканала, ветеринарной службы и заповедника Утриш. На территории Суков сложной ландшафтной местности могут возникнуть чрезвычайные ситуации с быстро развивающимися событиями. Уровень воды в районах затопления может достигать от полутора метров и выше. По сигналу тревоги в течение 10 минут все оперативные группы прибыли на предполагаемое место подтопления. В подобных ситуациях необходимо максимально оперативно повестить местное население об угрозе. Мобильные группы проехали по селу Суко и предупредили жителей. Параллельно была проведена проверка средств пожаротушения. В принципе люди готовы, места знают, действия свои знают. Что касается тушения пожаров, то же самое выбрано место и обозначено это поселок Утриш и село Суко. Большой Утриш и село Суко. Лесная местность. Сейчас все идет к тому, что будет приближаться пожароопасный период. Нам нужно понимание, какими силами и средствами мы будем располагать, как будем действовать, какая помощь может быть от общественности. Но в данном случае хочу сказать для всех жителей и гостей города, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Особенно на наших склонах и с нашим рельефом. Это только один из этапов проверки готовности экстренных служб к возможным ЧАЭС. Следующие учения пройдут уже завтра в поселке Уташ. По предварительным данным, они развернутся в районе химически опасного объекта водоканала. Теплая зима и ранняя весна привели к тому, что комары и клещи в этом году активизировались раньше. В первую очередь идет обработка территории детских санаториев и пансионатов. На вооружении самые передовые технологии и оборудование. Этот дрон может нести на себе 14 литров биологического препарата. В воздухе он находится до 30 минут без посадки. За это время он может обработать около 5000 квадратных метров. Его главное преимущество – максимальная эффективность даже в самых труднодоступных местах. Это приспособление используется уже второй год. Всего у специалистов на вооружении 4 таких беспилотника. Два больших и два малых. Маленькие труднодоступные места, где большое в принципе не может. Потому что из-за низко висящих деревьев, так же навских плавнях, маленький он более маневренный и способен пролететь в труднодоступных местах. Дальность? Дальность полета у него до километра. На практике показалось, что это очень перспективное дело. В любых труднодоступных местах по навским плавням, также по клещевой обработке. В тех же местах, где роботам пролететь не под силу, специалисты работают с ранцевыми опрыскивателями. В период подготовки к курортному сезону в зоне особого внимания территории детских санаториев и пансионатов. Противокомаринная, противоклещевая обработка, а также распыление препаратов против грызунов. Это обязательное требование перед заездом детей на отдых. Начали мы обработку с начала апреля. В общем, обработано около 60 гектар обрабатыванной территории. Клещи активизировались раньше срока. И то есть, где-то в начале апреля, даже в конце марта уже были зафиксированы случаи обнаружения клещей. Дезинфекторы напоминают, профилактические работы необходимо проводить во всех местах детского отдыха. Уже совсем скоро в санаториях ожидаются первые заезды маленьких гостей курорта. Поэтому все необходимые подготовительные работы нужно успеть сделать до конца мая. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Юные журналисты постигают мастерство пера и секреты создания качественного информационного продукта. В ДЦ-смину участники медиафорума встретились с профессионалами своего дела. Здесь не ограничились лекциями и мастер-классами. Воспитанники центра побывали на настоящей телевизионной студии. Наша телерадиокомпания провела с молодыми журналистами практическое занятие, рассказав о секретах ремесла прямо на производстве. Каждый смог попробовать себя в роли оператора, корреспондента и даже телеведущего. Информационные поводы, анализ целевой аудитории, поиск актуальных тем – эти моменты не должны ускользать от журналиста. Ежедневно юнкоры встречаются с настоящими профессионалами своего дела. О рецептах телевизионной кухни участники медиафорума узнали из первоисточника. Вот информационные парадигмы, чисто информационные, мы уходим. И вот эти вот дети, коллеги – это наше будущее, потому что они не зашуренные, они далеки от стереотипов, они живо реагируют на все изменения, они могут выражать свою мысль и, самое главное, у них есть свобода в действиях, в решениях и в словах. Это дорогого стоит. Если тебе нравится то, что ты делаешь, если ты этим живешь, если ты бежишь на работу и занимаешься любимым делом, все у тебя получится. Для многих участников форума журналистика – это хобби, перерастающее в дело всей жизни. После лекции – закрепление знаний на практике. Алене Вермниковой 17 лет. В этом году она поступает в университет, остановила свой выбор на двух факультетах – издательское дело и международная журналистика. Практиковаться старается в периодическом печатном издании своего города. По словам Алены, экскурсия по телекомпании – опыт, который пригодится в будущем. Было очень интересно увидеть монтажную комнату, комнату, где записывается весь материал. Я никогда такого не видела, и это было, правда, очень круто. Юные журналисты смогли узнать все аспекты работы телестудии. Кто-то решил попробовать себя в роли диктора на радио. Другим оказалась по душе работа ведущего. В детском оздоровительном центре смена обучение ведется по пяти направлениям – телевидение, радио, печатные СМИ, интернет, а также фото-журналистика. Для меня профессия – журналист. Я считаю, что это очень интересно, и в будущем я хочу быть журналистом. Это прибыльно и актуально. На протяжении двух недель школьники примут участие в насыщенных практических занятиях и мастер-классах. Совсем скоро 170 начинающих корреспондентов, операторов и редакторов смогут продемонстрировать полученные знания на практике. Их отчетной работой станет проект, созданный по всем канонам телевизионного продукта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. На театральной площади прошли состязания по кроссфиту для любителей и новичков. Этот вид спорта был основан 18 лет назад и включает в себя элементы из легкой тяжелоатлетики, гимнастики, а также гиревого спорта. Организаторами выступили Управление спорта города-курорта совместно с двумя фитнес-клубами. Победители соревнований получили ценные призы и денежные вознаграждения. К эстафете готовятся 50 участников. Всех их объединяет любовь к спорту. Им предстоит преодолеть настоящую полосу препятствий, начиная от бега на выносливость и заканчивая силовыми упражнениями. Впервые состязания по кроссфиту проходят на открытой площадке. Мероприятие направлено на популяризацию спорта и активного отдыха. Интересно тем, что в него входят очень многие различные виды спорта. Это как легкая атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика и разносторонние силовые упражнения. И поэтому кто занимается, конечно, в результате получает хорошую атлетическую фигуру, уверенность в себе. Я думаю, что это популяризация среди другого населения, привлечет других, также заниматься данным направлением. Спортсмены были разделены на две категории – любители и новички. Для каждой группы своя степень нагрузок. Кроссфит включает в себя легкую и тяжелую атлетику, функциональное многоборье, а также целый комплекс из других видов спорта. Как говорят участники, преимущество Кроссфита заключается в его универсальности. Выкрепляет здоровье, новые интересы появляются. И, ну, я не знаю, моя жизнь немножко изменилась. Она стала более веселой, и много знакомых появилось, интересов больше стало. Появилась какая-то сила воли, начала достигать результатов, мне это понравилось, хочется больше и больше. По результатам соревнований было определено 12 призовых мест. Победители получили денежные вознаграждения, а также ценные призы. Это не последнее спортивное событие апреля. Уже в это воскресенье стартует футбольный сезон на стадионе «Спартак», где все желающие смогут поболеть за анапскую сборную. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 19 апреля в Анапе ожидается облачная погода, вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов. Ночью прохладнее – 9 выше ноля. Ветер переменной от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова